То есть, надо понять такую вещь, что в этом мире существует сила, которая всегда действует. Эта сила, самая большая сила, которая существует только в этом мире, это сила, называется сила времени. И время, материальное тело постоянно старит. Что делает время в этом мире? Оно старит наше тело. Человек маленьким рождается, он когда стареть начинает? Когда он маленьким рождается, когда он стареть начинает? Сразу же. Но так как душа имеет большую силу сначала, влияние на судьбу, то сначала тело растет, но потом оно неизменно начинает стареть. Понимаете? То есть время все старит постоянно, движет к старости. Все. И когда сознание очень сильно сосредоточено на теле, то человек испытывает страшные муки в борьбе за свое существование. Понимаете? Потому что ему надо постоянно в сознании побеждать вот это движение под времени. И он очень сильно напряжен психически, такой человек. Не может испытывать счастья. Телесная концепция жизни, согласно ведам, называется анномайя. Анномайя. Запомните, майя означает сознание или концепция жизни, а анна означает материя, грубая материя, тело. Анна также означает пища, потому что этим сознанием обладают маленькие дети. Когда человек только рождается, то у него сознание очень сильно сфокусировано на грубом теле, потому что тело надо выращивать, он еще очень маленький. Очень много сил идет на рост тела, на развитие тела, на формирование тела. Нужно сформировать тело. Поэтому все сознание души направляется на сформирование тела. И психика ребенка точно так же работает. Когда человек очень сильно сосредоточен на теле, то он придает очень большое значение тому, что происходит с телом. И вы можете иметь опыт, люди, у которых были маленькие дети, знают, что если ребенку чуть-чуть не дать кушать, он орет, как в истерике, будто его убивают. Он просто хочет кушать. Очень сильно. Если он хочет какать, он очень сильно плачет. Если он хочет спать, его не дают, он тоже очень сильно плачет. Почему? Потому что все сознание сфокусировано на теле. Энергия Анна Майя называется. То есть ребенок очень сильно сфокусирован на теле. И поэтому он сильно страдает. Его постоянно надо баюкать, успокаивать. Спит, и слава богу. Почему? Потому что очень трудно жить с таким сознанием. Когда человек считает себя материальным телом, он думает, что он тело. Я как бы руки, ноги, голова. Вот все, у меня ничего там нет. У меня нет психических функций. У меня нет души. Нет характера. Есть то, как тело. Как бы это главное. Тогда человек очень сильно страдает. Он очень сильно заботится о том, чтобы поесть, сексом-то заниматься, поспать. И борется за свое существо. И сейчас такие фильмы и показывают. Вот об этой интересной концепции жизни. Вот смотрите так, это фильм из Спаркснеггера. Человек идет с бревнышком такой. Он постоянно в страхе, что кто-то должен сейчас его атаковать. Он большой, такой крепкий. У него много мышц. Он постоянно в страхе. Тут такой идет. И вот так 24 часа в сутки. Многосерийный телесериал. Постоянно человек чувствует, что его атакуют. И постоянно защищается, обороняется. То есть вот это вот желание оборона, желание самозащиты. Это телесная концепция жизни. Поняли, да? Вот это у нас учит. Когда человек смотрит такие фильмы, у него обостряется также вот это чувство самозащиты. Он ставит железные двери, обороняется от всего. Вот смотрит, уходит вокруг. И такой, ну и как бы живет в таком страхе жутком. То есть такая жизнь я бы никому не советовал. Следующая концепция жизни, которая естественным образом, когда ребенок взрослеет, и некоторые остаются на всю жизнь вот в этой первой концепции, хоть они повзрослели, понимаете? Но следующая концепция жизни называется пранамая. То есть у человека, кроме грубого тела, есть еще психическая энергия. Она называется пранамая. Энергия, которая движется по всему телу. Вот. Энергетические потоки. Она называется пранамая. Когда ребенок чуть-чуть подрастает, где-то 3-4 года, у него активизируется энергетическое движение в организме. То есть у него развиваются энергетические каналы, и такой ребенок начинает становиться очень подвижным. Родители обнаруживают, что с ним ничего не сделать. Он туда-сюда. Стой, ты куда? Убежал. Вот. То есть маленький ребенок начинает наститься, то есть чего невозможно даже положить в постель. Он в постель лежит вот так вот, крутится. Спи, давай. Не могу. Вот. Ну, то есть у него развивается энергия праны, ему надо двигаться. В норме у всех животных вот эта вот пранамая или энергия праны очень развита в организме. Собака может бежать гораздо больше, чем человек. То есть любой легкоатлет позавидует спокойному бегу собаке просто, которая, ну, вот такие ножки имеет там, и она не так развита, у нее декалка не такая сильная, она просто рядом бежит с этим легкоатлетом. Вот так. Бежит вот. Собака просто бежит спокойно. Не напрягается совершенно. Вот. Почему? Потому что животным природа дала вот эту концепцию сознания в норме. У животных очень сильно сосредоточены на пране. И у животных очень много энергии в результате. Они постоянно двигаются. То есть птица может целый день лететь, она не парится. У нее много энергии, которая идет в тело. Вы понимаете, человек не для этого родился, чтобы бегать, как антилопогнул. Понимаете? Когда человек увеличивает вот эту склонность, эту концепцию в пране, то есть он как бы начинает движение уделять основное значение в своей жизни. Это лучше, конечно, чем дурака валять и водку пить. Вот. Человек, естественно, становится здоровым. То есть если он просто бегает целый день, прыгает, если он закаливается, если он, допустим, целый день подтягивается на турнике там и все прочее, то это означает, что он очень сильно сосредоточен на энергии, на движении. И такой человек становится здоровее. Но мозги у него при этом шевелиться лучше не становятся. Понимаете? Как, допустим, анекдот такой про боксера. Боксер такой броксировал. И как бы журналист ему как бы сказал, вот как вы побеждаете противника. Он имел в виду мышление боксера. Он говорит, как? Я ему раз левой, тут чуть-чуть посотнулся, раз правой, упал. Хорошо. А головой что вы делаете? Ну, иногда головой бью. А еще что вы делаете головой? Он такой задумался, говорит. А еще я ей ем. Понимаете? Это концепция про Ана Май. Думать не надо. Могу копать, могу не копать. Если человек сильно сосредоточен на деньгах, прана также означает энергия. Деньги – это энергия. Если человек сильно сосредоточен на деньгах, ему нужны деньги для того, чтобы все было. Он хочет, чтобы у него больше была квартира, больше машина, лучше и так далее. Он хочет, чтобы у него все было больше всего в жизни. То это тоже концепция про Ана Май. Такие люди обычно очень много работают. Психически или физически. Для того, чтобы у него все было. Ну, то есть, когда человек считает, что его жизнь, она связана именно вот с этими вещами, которые его окружают. И они именно эти вещи ему приносят счастье. Тогда человек вкладывает все свои силы в эти вещи. И сейчас современная культура направлена именно на это. Большинство людей все свои силы вкладывают в работу. Они постоянно пашут, как и шаги. Вот. И в результате они теряют все, что у них есть. Объясню, как это происходит. Человеку по судьбе дано очень много видов различного счастья. То есть, счастье от труда, одна часть счастья. Дальше, счастье от любви, вторая часть счастья. Счастье от отношений, третий вид счастья. Счастье от супружеской жизни. Счастье от работы над собой. Счастье от отдыха. Счастье от здоровья. И так далее. Вот теперь представьте, у человека психика направлена только в одну сторону. Счастье от денег и счастье от труда. От того, чтобы развиваться в труде и иметь деньги. Вот два спектра счастья. В результате количество времени, занятого в труде, увеличивается. Количество времени, уделяемого здоровью, уделяемого семье, дружбе. Количество времени, уделяемого отдыху. Количество времени, уделяемого самосовершенствованию, работе над собой. Уменьшается. В результате чего у человека остается? Работа и деньги. То, за что бороться, на то и напороться. Понимаете? Жена у него есть при этом? Нет? Нет. Отдых есть? Нет. Здоровье есть? Нет. У него есть только работа и деньги. И все. И как вы думаете, человек может так жить? Нет? Может, но недолго. Ну, то есть, видите, что это за жизнь? Это бестолковая жизнь, по факту. То есть, он вроде бы хотел как лучше, а получилось хуже. Почему? Потому что он не уделял времени отношениям, не воспитывал своих детей. Он просто хотел побольше квартиру. И в результате получилось все не так, как надо. Потому что без отношений семейная жизнь не поддерживается. Она разваливается. В какой-то момент близкому человеку становится плохо, а я это не заметил. Один начальник постоянно мучил своих подчиненных. И у него был помощник, это я вам реальную историю рассказываю. У него был один помощник, который устал от этого всего и решил увольняться. Начальник прошел тренинг, прошел тренинг по отношениям. Ему там объяснили на этом тренинге, что отношения с людьми выше, чем цели на работе, которые ты ставишь. Потому что если у тебя не будет людей, ты никаких целей достичь не сможешь. Поэтому люди важнее, чем цели. Ему объяснили это. И дали ему значок. Ты мне нужен. Значок такой дали. Ты мне нужен. И сказали этому начальнику, подари этот значок человеку, который тебе нужен, действительно. Просто подари значок. И он подошел к своему помощнику, как в тот день, когда он хотел подать ему заявление об уходе с работы. И он подарил ему этот значок, этот помощник расплакался, говорит, я не ожидал. Я, говорит, уже всю жизнь свою потратил на работу. Как бы никакого благодарности, никакого счастья не испытал от этого всего. Когда мне дали этот значок, наверное, я останусь с вами. Наверное, что-то у нас будет меняться в жизни. И такой растроганный этот помощник начальника пришел домой и подарил своему ребенку этот значок, которого раз в неделю видел. А ребенок уже собрался кончать жизнь самоубийством. Потому что он сидел на наркотиках и уже чувствовал, что скоро уже будет совсем психически больным. Когда ребенок получил этот значок, то он тоже расплакался и отцу сказал, что я хотел сегодня уже покончить с собой. Такая интересная история произошла. Результат неправильного понимания своего предназначения. То есть вот эта вторая концепция прана-майя, это животное существование. То есть вот эта концепция деньги, власть, деньги, влияние. То есть вот эта концепция деньги и влияние, она в животном мире культивируется. Это жизнь какая? Жизнь волков и шакалов. Понимаете? Постоянная борьба за существование. И фильмы, которые нам показывают сейчас, тоже на это похожи. Посмотрите, что нам показывают. Постоянная стрельба. Там кто-то кого-то пытается победить. Вот эта вот концепция жизни, то есть борьба за существование. Означает прана-майя, то есть концепция, в которой энергия является главным в жизни. Человек хочет обладать больше энергией. То есть он чем больше денег, тем больше возможностей, больше сил, больше энергии. То есть энергия является основой жизни. Люди, с которыми так живут, у них каменные сердца. Эти сердца, они настолько сильно погружены в энергию, что они не могут чувствовать характер близкого человека, не могут чувствовать отношения, не могут чувствовать любовь, не могут общаться нормально, воспитывать детей. Они постоянно заняты трудом и по факту очень сильно истощены психически. Веда объясняет, что у таких людей, которые находятся, живут в концепции прана-майя, существует пять этапов жизни основных. Первый этап – энтузиазм. Сильный энтузиазм. Человек верит в свое счастье, в будущее. То есть он верит, что у него будет много денег, что он станет крупным влиятельным предпринимателем и так далее. Первый этап – энтузиазм. Второй этап – тяжелый труд. Тяжелый труд. Для того, чтобы это было, надо пахать. Третий этап – усталость. Четвертый этап – надрыв. Этап – пронадрыв, надлом. Естественно, после усталости многолетней происходит надлом. И пятый этап – деградация. Человек спивается, получает инфаркт, инсульт, спивается, деградирует, разрушается его семья и так далее. Ну, то есть печальный исход. Человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы пахаться. Не предназначена для этого. Не дает счастья и удовлетворения такая жизнь. Не дает этого счастья. Вы скажете, ну ведь нужна квартира. Это факт. Но насколько сильно она нужна? Надо расставить приоритеты. Расставить приоритеты, понимаете? Если человек выбирает не то, что более важно для него в жизни, то он теряет то, что более важно. Он теряет более главное, выбирая более второстепенные вещи в жизни. Теперь сразу возникает вопрос, а почему мы все так живем? А потому что понимание жизни и понимание счастья человеческого передается через среду, через общение. Когда культура вот такая, в которой мы живем, когда среда вот такая, направленная на работу и на развитие себя в труде, тогда, соответственно, все остальное теряет смысл. Понимаете? То есть человек получает такой вкус к счастью. Это передается от одного человека к другому. Это функция разума. Разум имеет цель в жизни. И когда целью жизни становятся деньги, то тогда это передается. То есть человек чувствует от другого человека, что так надо жить. Он чувствует необходимость, потребность в этом. Передается, в какой среде человек живет, общается. Такие потребности в жизни он испытывает. Следующая концепция называется мана-майя. Мана означает ум. То есть мы, видите, мы говорим о разных уровнях психических тел. Есть грубое тело, есть праническое тело, тело праны или энергии человека. Есть тело ума, есть тело разума, есть душа. И в соответствии с этими телами также есть пять концепций жизни. В зависимости туда, куда проникает сознание и где оно фокусируется, так человек и живет. Если у него все сознание на теле, то он постоянно испытывает одни беспокойства, потому что тело постоянно стареет, и человек постоянно борется с этим старением. То есть он постоянно думает о теле. Он пытается его сделать моложе, лучше, крепче и целыми днями занят своим телом. Больше ни о чем не может думать. Это большая проблема. Так, например, концепция вот этой вот аномайи, телесная концепция жизни усиливается очень сильно у юношей и девушек. Где-то в 16-17 лет. Они начинают постоянно думать о своей фигуре, о своем теле, и люди с ума просто сходят. Девушки начинают постоянно голодать, ходить, худеть, на какие-то шемпинги. И постоянно плачут, что она стареет. 17 лет постоянно плачут, что она уже не такая вообще знала. Ну, вспомните, как продекал вот эта жизнь. Парни тоже постоянно качаются, то есть ходят вот в этом состоянии, постоянно пригруженности своим телом. Я тоже испытывал это все в свое время. И я очень быстро вырос. Такая южная конструкция тела быстро вырос. В 12 лет я был самым первым уже в классе, а потом постепенно меня все обогнали. И в 15 лет я уже предпоследним стоял по росту на физкультуре. Это была для меня трагедия. И я в этом узнал, что морковка дает возможность вырасти. Начал жрать морковку. Кролики отдыхают, ходил, в сравнении с тем, что я там делал. И я параллельно занимался йогой, хатха-йогой. Занимался, изучал восточную культуру уже в таком юном возрасте. На своей практике, как пытался ее понять. И из-за того, что я ел морковку, я пожелтел. А в это время в школе была и падемия желтухи. И когда меня увидели желтеньким, сказали, о, наш человек. Посадили меня в машинку и отвезли в инфекционную больницу. Так как я 3 часа в день занимался йогой, я туда приехал и встал на голову. Когда пришел лечащий врач, он посмотрел, больной с желтухой на голове стоит. Что-то не то. Потому что когда человек болеет желтухой, у него сильная слабость всегда. Он не может даже толком не пошевелиться, не покушать. Я как-то странно себя вел для больного желтуха. Меня не стали ничего колоть и просто оставили в покое на 3 дня. Так как я был 3 дня без морковки, я побелел. Меня выписали. Ну то есть это результат вот этого безумия, которое связано с телом. Так как у меня была телесная концепция жизни, я поэтому прилагал огромные усилия для того, чтобы с телом работать. В результате я начал голодать. Доголодался до такой степени, что постоянно начал думать о еде. Даже во сне. Я заходил на кухню, ел, потом шел в туалет, два пальца в рот, вырывал, а потом опять шел на кухню, ел. Потом до меня дошло, что это не жизнь, что это что-то не то, я что-то не тем занимаюсь. Так я изучал на практике, на своей вот эти вот погруженность сознания в разные концепции жизни дают вот такой интересный результат. Следующая концепция жизни называется манамайя. Манам означает ум. Если говорить о уме, то в уме есть мысли, желания, воли, мечты, память. Это все функции ума. То есть в уме есть вот эти вот все функции, желание читать, изучать. И многие люди сейчас имеют развитую концепцию манамайя. То есть ум очень сильно развит у людей. Они все, большинство людей имеют высшее образование. Чтобы иметь высшее образование, надо учиться запоминать все, изучать. Логически мыслить, вычислять, работать с компьютером и так далее. Требует очень затрат больших умственной энергии. Эта энергия – это концепция умственной деятельности. Но к чему подчинена умственная деятельность у нас? Она подчинена пране. Мы с помощью ума зарабатываем деньги. То есть получается более высокая структура, которая предназначена... Для чего умственная энергия предназначена вообще? Она предназначена для отношений. Например, семейная жизнь строится на умственной энергии. Родственные чувства человек испытывает через энергию ума. Человек испытывает дружбу, способность дружить, любить. Это с помощью энергии ума. Так как вся умственная энергия занята зарабатыванием денег, люди становятся как роботы, ходячие роботы. Я когда в Сан-Франциско лекции читал в Америке, я вышел на улицу, смотрю, никого нет на улице. Большой город, никого нет на улице. Я говорю, где люди? Со мной шел один человек, он говорит, в машинах. Я говорю, а они знакомятся? Нет. То есть страшно такое дикое состояние людей. Невозможно увидеть, все куда-то едут. То есть на улицах нет людей. Люди не дружат друг с другом. Вот сейчас мы живем, допустим, в большом доме. Соседи кто такие, мы не знаем. Мы не знаем, кто рядом с нами живет. У нас почти нет друзей. Мы постоянно пашем, как ишаки. Это означает концепцию пранамая. Мне нужны деньги в жизни, мне не нужны знакомства. Мне не нужны друзья, мне не нужна любовь, мне не нужна семья, мне нужны деньги только. И все, все рушится в такой человеке в жизни. Помните, как люди раньше были? Когда счастье, мы говорим, мы развиваемся. У нас идет, цивилизация развивается. Становится лучше жить. Больше холодильников на душу населения. На хрена нужны эти холодильники? Пищу надо кушать свежую. Она больше здоровья дает. Ну ладно, бог с ним, это другая тема. Вот, я пример такой приведу. Вот, где больше счастья у нас или тех, кто жил 100 лет назад? Мы говорим, у нас, конечно, у нас жизнь более удобная. Но поймите такую вещь, что в жизни лучше, когда больше отношений, больше сердца в отношениях. Понимаете? У нас 80% разводов сейчас статистика. То есть 80% семей, которые созданы, разваливаются. Это означает, в отношения вкладывается очень мало сил. У нас 40% взрослого населения мужского, пьющие, пьяницы, понимаете? То есть это страшные цифры. То есть даже 60%. 40% людей умирает от алкоголизма в работоспособном возрасте. Это статистика, мужчин имеется в виду. Это статистика нашей жизни. Официальная статистика нашей жизни. Почему так все происходит? Потому что, как сказал Брежнев в свое время, ну это анекдот. Пациент читает доклад, говорит, «Народ и партия идут на говно». «Народ и партия идут на говно». Я не треничка, ревните страничку, пожалуйста. «На говно гу». «На говно гу». Ну то есть, понимаете? Если человек не те цели в жизни ставит, то результат тоже такой. Смотрите, наша вся культура, это не касается нашей страны конкретно, это касается всего мира. Культура всего мира направлена в зарабатывание сейчас. Главное в жизни — это деньги. В результате умственной энергии идет не по равнозначению. В результате даже искусство — это то, что дает возможность людям жить более качественно. качество жизни повышается. Понимаете? Вот взять, допустим, искусство, которое было сто лет назад. Сейчас какая музыка? Понимаете? И вот так люди танцуют. Раньше танцы были, как бы вальс там и так далее. Сейчас танцуют. Попой крутят. Ну то есть, деградация идет. То есть, раньше что рисовали? Искусство было. Ну, картины. То есть, красивейшая картина, если в русский музей пойти, там вот это вот Айзвазовский, там Шишкин, там этот лес. Просто никогда я в сосновом лесу вырос, такого соснового леса никогда не видел, как он увидел своими глазами, нарисовал. Это же красота необыкновенная. И люди получают душевные чувства. Вот эта энергия ума получает свое развитие, предназначение человека радоваться отношениям, понимаете? Жить в этих отношениях. Не жить в работе, как ишак, а жить в отношениях, понимаете? Люди обладали такой способностью видеть мир совершенно прекрасно, гораздо лучше, чем мы. Унылая пора, очей очарований. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природа, убедание багрец, и золото одетые леса. Вы все них веют расшум, и свежее дыхание, понимаете? Ну, как человек так мог написать? Это означает, у него очень глубокое видение мира было. Он радовался миру. Месяц свои блески По лугам рассыпал Стройные березки, Стройные березки Шепчут что-то либо Травы, травы, травы не успели От росы серебряной согнуться Ну, понимаете, это же удивительно. И вот такие вот гении Есенин, там, Пушкин и так далее Извазовский Это же не наша культура. У нас черный квадрат Малевич Намалевал. Великолепное произведение Всем нравится. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что в зависимости от того, куда направлено сознание, такая жизнь. Раньше люди жили большими семьями. То есть, все село было большой семьей. Сейчас мы живем в диком пространстве, в котором даже познакомиться невозможно. Люди не могут познакомиться, потому что они не могут быть рядом друг с другом. Общество очень сильно разрознено. То есть, мы живем в контактах. То есть, общаемся просто. И часто у нас фестиваль «Благость» проходит. Туда приезжают 600 человек каждый раз. И люди знакомятся по интернету. Потом они, когда видят друг друга, они уже до свидания. Потому что в интернете они такое друг от друга, как мыльный пузырь про себя раздувают. Потом человек увидел человека на самом деле. И не соответствует тому, что он про себя раздул. Раньше как люди жили? У них теплые очень отношения были друг с другом. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Жизнь была прекрасна, понимаете? Девки сейчас гуляют? Ну, гуляют, но на голову я гуляю. Гуляют. И поют тоже, поют у нас тоже. Нажрутся, как свиньи идут, и поют. У нас тоже поют, да. Ну ладно, движемся дальше. То есть концепция мономая, умственная деятельность, означает семейная жизнь, означает дружба, личные отношения, означает искусство, означает культура, означает способность понимать друг друга, означает способность дружить, означает способность любить, прощать, заботиться. Понимаете, это все атрофируется, потому что энергия идет не туда, не в ту сторону. Куда идет энергия, то и живет у человека в жизни. Следующая концепция сознания уже связана с разумом. Называется вегьяна магия. Вегьяна означает реализованное знание. То есть разум соткан из знания. По факту только с этой концепции разума начинается разумное существование. Разум — разумное существование. Человек — это разумное существо. Разум означает, смотрите, функции разума. Ставить цели, изучать, зачем нужна жизнь. Изучать, что хорошо и что такое плохо. Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. А у нас даже не Кроха уже 23-й дылда не спрашивает, таких вопросов не задает. Понимаете? Потому что концепция разума не развивается. То есть разум развивается в результате отношений разумных. То есть люди должны изучать, что такое нравственность, зачем нужна правда. Вот я начал изучать, когда очень сильно удивился, что все черты характера правильные, правдивость, честность, скромность, доброта, они все помогают очень эффективно жить. Эти все качества характера развивают человека очень быстро в обществе. Смотрите, сейчас для того, чтобы развиваться, человек направляет все свои силы на изучение математики, физики, химии, биологии, менеджмента. То есть это внешние какие-то вещи, деятельность, которая направлена на регуляцию деятельности людей. И на изучение, как зарабатывать. Но на самом деле, если взять человека, просто обычного человека, которого надо взять на работу, у него есть определенная квалификация, там вот это вот высшее образование. Но если человек не может прощать, просить прощения, если он ленивый, если он гневливый, если он обманывает постоянно, если он не способен понять идею, для чего мы работаем и так далее, тогда как с ним работать? Работать невозможно. И поэтому работодатели, они знают, что главное этот человек, это личность. Постепенно со временем понимают, что я не хочу всех брать подряд на работу. Мне все равно твой диплом. Ты мне покажи, кто ты есть сам. Сейчас еврейские анекдоты скажут. У меня есть еврейские крови, люблю еврейские анекдоты. Евреи поймали, начали бить. И он говорит, так я по паспорту русский. Они говорят, так мы тебя не по паспорту бьем, а по морде. По еврейской морде. То есть, понимаете, нормальный работодатель человека берет не по паспорту, не по диплому, а берет по его качествам характера, которые никто сейчас не развивает. Развитие качеств характера означает деятельность разума уже, то, чему нас вообще не учили. Это внутренняя жизнь, как качества характера развиваются. С помощью настроек позитивных, с помощью молитвы, с помощью держания своего слова. Дал какой-то обед, допустим, буду вставать пораньше и пробую вставать пораньше. Разум развиваться начинает. Когда человек развивает разум, он может избавиться от вредной привычки. Он может поставить себе цель и достичь ее. Он может быть честным человеком в жизни, радоваться тому, что у него правильные и честные отношения с людьми. И так далее. Он может не критиковать других, не злиться. Сейчас очень большая проблема в обществе. Люди все озлоблены. Они чуть-чуть видят, что кто-то не такой, как я, и начинают сразу шипеть на него, как змей. То есть это означает неправильную направленность разума. Человек должен учиться принимать других людей, учиться прощать, учиться правильным отношениям. Правильное отношение означает доброе отношение. Когда человек строит отношения со злобой, допустим, мне не нравится твоя вера, я буду тебя из-за этого уничтожать. Мне не нравится твое понимание вещей, я из-за этого тебя буду уничтожать. Это называется злоба по-русски. И эта злоба, она разрушает культуру, понимаете. Все войны кровопролитные, они от чего возникали в этом мире? Возникали от религиозной неприязни, от того, что моя вера лучше, чем твоя. Вот эта вот религиозная вражда, она разжигала жестокие войны на земле. Даже Великая Отечественная война была между двумя идеологиями, коммунистической и националистической германской. Та и другая идеологии были агрессивными. Потому что наша страна, как мы пели, какие песни. Мы хотели весь мир завоевать. Мы на зависть всех буржуям. Мировой пожар раздуем. То же самое у Гитлера, такая же философия была. Он считал, что германцы должны правиться миром. Это все привело к ужасным, брат-убийственным войнам. Это концепция разума уже. Это называется Ведьяна Майя. Когда люди ставят цели перед собой. Когда люди имеют идеологию какую-то жизни. И это идеология и цели неправильные. Это потом может разрушить все человечество. Если у человека очень сильная боль и сильный разум. Он может все человечество на уши поставить в результате. То есть в этом заключается проблема, что у нас нет понимания, как мы живем. То есть самое главное человеку понять, что он должен встать на платформу разума. Платформа разума означает работать над собой. Не изучать математику, физику, химию. А учиться желать всем счастья, учиться прощать, учиться просить прощения. Это внутренняя жизнь. И она требует уединения. Смотрите, у нас психика постоянно направлена наружу. Есть сознание, направленное наружу. Есть сознание, направленное внутрь. Сознание, направленное внутрь, не означает в кишках копаться в своих. Сознание, направленное внутрь, означает внутри себя преодолевать проблему. Сейчас я вам кое-что интересненькое расскажу. Тонкое тело ума имеет интересное свойство. Энергия ума взаимодействует между людьми, живет в отношениях. И у человека вот здесь в области сердца находится пространство определенное, в котором находятся связи со всеми близкими людьми. Когда близкому человеку становится плохо, у нас вот здесь болит, в области сердца. Все это знают, особенно матери. И когда человек просто настраивается позитивно, желает всем счастья, молится, то в это время у него на сердце наступает облегчение. И следует знать, а я изучаю эту тему, что облегчение наступает также у того, по поводу, у кого мы печалимся. Веды говорят, что у нас в сердце, в области сердца на тонком плане есть вот здесь вот как озеро энергии, которое мы тратим в жизни. По факту эта энергия тратится сама, без нашего ведома. У нас есть близкие люди, есть связи с разными людьми. Из нашего сердца, если какому-то близкому человеку нужна сила, она сама, без нашего ведома, туда перетекает. И что человек должен делать? Он не должен думать, ой, моему близкому человеку плохо, моему близкому человеку плохо, моему близкому человеку плохо. это поможет кому-то нет нет то есть смотрите идея заключается в том что человек должен пополнять озеро силы которые находятся на тонком плане в области ума он должен настраиваться на святость на святого человека который связан с богом святость означает связь богом почему святым потому что он сияет у него очень много силы то есть он очень постоянно молится думает об повышенных вещах и в результате чистая светлая энергия поступает ему в психику когда человек мы настраиваемся на такого человека то эта энергия перетекает к нам сердце сила человека приходит в результате отношений отношений общения да человек находится в отношении то от святости перетекает сила ему в сердце а дальше сервис сила идет ко всем родственникам такой человек который который постоянно в молитве находится, он может даже благословить. Женщина может сказать, сынок, у тебя в армии все будет хорошо. И руку ему положить вот так на голову, у тебя все будет хорошо. Потом в молитве она поддерживает свое слово, свое обещание. Когда она чувствует, что ему становится плохо, она с помощью связи со святостью побеждает это чувство, что ему плохо в своем сердце, а потом она узнает, что у него действительно были трудности и прошли. Так человек должен жить. Когда человек не хочет так жить, то женщина просто плачет. Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты, не ходил бы паренек во солдаты. Есть одна позиция женщины, это просто плакать, печалиться. Это не помощь. Когда женщина печалится, она, наоборот, забирает силы у близкого человека. Вторая позиция, это желать счастья, молиться за него. Видите, внутренняя жизнь, это жизнь, которая дает победу. Человек, который знает, как жить в внутренней жизни, он может победить эту проблему. Допустим, у него плохая внутренняя связь с начальником. Он может в молитве победить эти плохие отношения, и начальник уже не захочет его выгонять с работы. Люди раньше жили внутренней жизнью больше, и они побеждали судьбу гораздо легче, чем мы. Потому что наша психика постоянно направлена наружу. Если, допустим, вот пример такой приведу, от вас уходит жена. Что вы будете делать? Первый вариант – возвращать ее. Она еще больше будет гордиться собой и уходить. Второй вариант – не обращать внимание на нее, что она уходит. Она тогда поймет, что она не нужна, и тем более уйдет. Что делать? Бывают ситуации, когда любое внешнее действие ухудшает ситуацию. Уходит жена, что надо делать? Надо садиться и устанавливать отношения в сердце. Большинство людей, почему мы разводимся? Потому что у нас большинство людей нет отношений в сердце. Мы просто бла-бла делаем каждый день. Но если посмотреть в сердце, я не сильно люблю этого человека, с которым живу. Не потому что он плохой, а потому что я не строю отношения. Отношения меняются, начинаю видеть хорошее в человеке. В каждом человеке есть хорошее. Если на это нацелен, очищаю отношения. Тогда меняются отношения и внешние уже. И так сильно хочется ругаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!